Я вернусь к другой маленькой детали, которая меня крайне шокировала. Мы были на севере от Киева. Я думаю, это было где-то рядом с Чернобылем и Киевской областью. Мы были вместе с украинскими военными под их охраной в кабычках. И украинские военные достают минолеты, берут их и стреляют. Я точно не знаю, может, они из этих параллельных хотели попасть в расположение Руси. Я не знаю. Они просто сели вперед на 100 метров, а снаряды упали в небольшой парк. К счастью, жертв не было. С нами в Укрытии сидели журналисты, а только нам не разрешали выходить. Мы уничтожили все. Западные журналисты? Точно, западные. Через некоторое время нам говорят, что мы можем идти. Нас сопровождали, потому что нам надо было пройти до того места, чтобы дойти до точки, где нас ждали. Когда мы проходили мимо места, куда упал снаряд, я вижу, как воно снимают репортаж. Я слышал, потому что репортаж у нас веком. И они говорят, что это от места прилета российского снаряда. Это в том том, что локтах гражданского района и так далее. Когда они подводили, они подводили и спрашивают, что вы в улочек говорите. Я говорю, вы же приказцы видели, что было. Вы были снаряды. Они говорят, нет, нет, ничего страшного. Это для картинки. Вот что они мне ответили. А я им говорю, что это в репортажах. Даю им пройти. И как только возвращаюсь во Францию, я не знаю, что я настройка на эти заправления, взятые старые французские людьми. С этим соединением маленьких парков, как у вас, как у вас, как у вас были снаряды. Я говорю, что это не может быть. Эти снаряды не имеют ничего общего с тем, что вам прошло. Это была ошибка украинских военных, а в реальности ее превратили в обстрел российских военными. Поэтому я спросил себя, а все остальные репортажи, говорят ли они правду и тоже лгут. Что это правда, что это надо.